Утреннее шоу Моргенштерн 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 для ремикса, для демо, чтобы потом перепела другая вокалистка, экспортный вариант ремикса, и так вот нашлась Алоиз. Мы спели песню, смотрю, да, отлично, вообще все хорошо, поет ведь все-таки. Поет, и поет неплохо, как-то прибрать к рукам. Я показал песню, потом другую, и так вот до сих пор мы пишем. Причем, насколько я знаю, читая ваше интервью, для Аллы это было вот прям такое событие-событие в жизни, причем Алла всегда в интервью говорит, ну вот Леша так спокойно об этом рассказывает, о нашем знакомстве, а у Аллы вот с этим связана какая-то вот целая буря эмоций, да? Вот расскажала, может быть, вот с твоей стороны, как произошло знакомство? Знакомство произошло... Знакомство произошло... Произошло с украшением. Мы с тобой пишем. Концерт принимает все силы, все соки, поэтому, и да и ничего страшного за то, какой концерт. Итак, вы познакомились как? Однажды я увидела по украинскому телевидению ремикс на какого-то известного украинского исполнителя, который был подписан именем Горчица. Я подумала, боже, какая прекрасная музыка, вот бы мне с этим человеком познакомиться. Прошел год, и тут вдруг мне звонят и говорят, а не хотите ли вы поработать с Алексеем Горчицей? Я говорю, ну что же вы, конечно же, хочу. Что же вы, конечно, такие вопросы задаете. Да, и пришла в студию, смотрю, весь он такой, он сидит передо мной. И творит. И творит. Да, я была восхищена. И думаю, что в Украине достаточно мало хороших профессиональных электронных аранжировщиков, композиторов. А насколько я знаю, ты по своему образованию могла бы стать бухгалтером. Могла бы. Вот я так понимаю, тогда музыка была не с детства привита, вот эта вот любовь к музыке. И только ты осознала свое влечение к этому творчеству, да, этому виду творчества уже в более зрелом возрасте. Или я ошибаюсь? Ну, как-то было похоже, но немножко не так. Так, в детстве я училась игре на фортепиано, потом по совету своих родителей поступила на экономический факультет, потому что вот, как наша советская там школа воспитания считает, что как человек может зарабатывать деньги, конечно, будучи экономистом, юристом или еще. То есть родители, конечно, беспокоились за мою жизнь. Вот, это было прекрасным стимулом, потому что на экзаменах я просто рытала. Я не могла сдержать слез, потому что я поняла, боже, что я здесь делаю, я же хочу музыкой заниматься. Вот, я отмучилась этих пять лет, вот, и после этого я сказала, все, я всю свою жизнь посвящу, вот, посвящаю творчеству. А если бы не существовало такого понятия музыкант, кем бы ты могла стать? И вот Алексей тоже ответил на этот вопрос. Вот если не музыка, то что? Ну, пришлось бы ввести понятие музыканта стать. Да, очень все просто. Ну, кстати, вот в ваших трудовых книжках, да, вот что написано? Музыкант, режиссер, композитор или что-то другое? У меня нет трудовой книжки. А, у меня нет. Вот он, творческий человек, понимаете, у творческого человека не должно быть трудовой книжки. А я тогда, что не творческий, у меня есть трудовая книжка. Что там написано? У меня написано, я 90-какой-то уже год, уволен по собственному желанию из гостя телерадиокомпании Крым. Я был звукооператором эфиров и там инженером в студии. То есть тогда я все начинал. У меня вообще было прозаично все. Дед бренчал на гитаре, отец профессиональный тромбонист. И я пошел в музыкальную школу. Сам Бог велел? Ну, как-то так автоматически все. Папа, а что это, на чем играет дядька? Он, это Йоника. Я такой, я тоже хочу. Ну, а тебе придется сначала пройти через пианино. Я говорю, я согласен, веди. И туда 5 лет. И это 5, то есть 7-10. Нужно было 7, но я учился как-то так, получается. Экстерном? Экстерном, да. В третьем классе я играл то, что играет в шестом. То есть там бах и все вот эти там черни, этюды там приходили. Папа очень хотел, чтобы я поступил в одесское джазовое училище, чтобы я был там... А ты сказал нет? Ну, я в то время уже наслушался крафтверк и на катушечном монтофоне записывал. Сам себя на пианино перезаписывал. Улегся экспериментами со звукозаписью домашней, поэтому джаз как-то миновал. А вот вы в последующем будете сами родителями, да, и у вас появятся дети. Вот вы будете определять их дальнейшую судьбу, да? Хотите ли вы, чтобы они пошли по вашему стопам, по музыкальным, да? Вот эти вот все музыкальные школы, консерватории. Или все-таки вот что они выберут? Там рисование, спорт, а может быть экономику в конце концов, да? И пусть вот по этому своему выбору и идут. Я, скорее всего, не буду ничего запрещать, так же, как это было у меня. Родители, ты увлекаешься, вот там какое-то у меня было увлечение радиоэлектроникой, мне было интересно соединить две радиодетали, чтобы из этого... Принцип синхро-пазатроны. Да, 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 я даже пытался построить первый синтезатор, там по каким-то схемам. Мне, конечно, ничего не получилось, поэтому пришлось купить какой-то старый электроорганчик, там за какие-то там небольшие деньги, списанные в каком-то заранее ДК культуры. И я не буду просто детям ничего запрещать. Если тянет в художество, тянет, может быть, он хочет быть культуристом в конце концов, да? Пусть будет, да? Лишь бы это приносило гармония, чтобы была просто какая-то... Ну, так вот. Алла, ты согласна, Слыша? Согласна, конечно, но вот когда к этому дело дойдет, посмотрим, как... Да, никогда не говори никогда, да, то есть там как уже получится. Друзья, ну на самом деле группа «Горчица» не просто так появилась у нас сегодня в гостях. Давно мы хотели ребят к нам себе пригласить, а тут еще и повод был. 17-го числа состоялся концерт, причем первый концерт в Москве, насколько я знаю, да? Вот такой вот, второй. Почему-то все говорят, что первый. Правда? Прям вот впервые в Москве концерт группы «Горчица». Первый сольный концерт, потому что перед этим... Первый сольный. Первый сольный, потому что перед этим мы были в Москве осенью, когда был лаунж-фест, мы разогревали «Скай Эдвардс». Ага. Это не сольный концерт. Это не сольный. Вот в чем разница, да, принципиально. Спасибо, что вы расставили акценты, да, чтобы все мы понимали, что происходит. В общем, друзья, 17-го числа состоялся первый сольный концерт, да. А вообще, как вам Москва? Какое впечатление на вас производит Москва, а самое главное, люди, которые здесь живут? Может быть, это же публика, которая приходит немножко. Да, прямо мне все очень мило, и учитывая то, что это первый сольный концерт, и с музыкой, познакомиться со своей музыкой, это всегда приятно новых слушателей. А кто он ваш слушатель? Вы же, наверное, представляете его, когда пишете музыку, когда сочиняете. Это открытый, позитивный, нормальный человек. А возрастной ценность какой? Любой житель мира вообще. По-разному бывает. От возраста велик? Да, приходят разные люди. Ну, тинейджеры не посещают наши концерты, в принципе, да? Маленькие они еще для такой, наверное, музыки, да? В основном, наши концерты взрослые люди. От, наверное, за 25-ти. От 25-ти, наверное. Тогда встречный вопрос. В каком музыкальном направлении вы играете? Вообще, что за музыка? Что за жанр? Что за музык? Помнишь, что за музык? Группа была, которая говорит, мы играем, что за музык? Поэтому. Потому что Алла вообще хаос-вокалистка, да? Была. Была. А сейчас, вот, ваше музыкальное творчество, оно что из себя представляет? Мне кажется, что все-таки электронный винегрет какой-то. Потому что у нас есть немного и хаос музыки, есть немного фанки, есть и все это там с каким-то техноуклоном, и с там... А в французской электронике, то есть... Но в хорошем смысле. В хорошем смысле. На диске, вот у нас есть первый альбом, и мы сейчас готовим к выпуску второй альбом. Каждый человек найдет для себя какую-то музыку. Потому что есть и экспериментальные какие-то, например, во втором альбоме у нас поет кот, точнее, морлыкает. Да ладно, настоящий? Мой кот, да. Экспериментируйте, друзья, и у вас тоже получится какой-то такой творческий... Кстати, у Аллы и Леши есть домашние животные коты, насколько я знаю, да? Причем у Аллы кошка зовут как с Индией связанной. Индия, по-моему, и зовут, да? Индия, да. Почему? Я оставила эту кошку своему бывшему бойфренду. Теперь мне не... На память? А, ну... Он не отдал мне. Не отдал. Эки, а-та-та вот прям, да? А-та-та. Ты его решил тоже с музыкой связать? Да, да, да. Пришлось его там, чесать ему... За гривок. За гривок и с микрофоном дежурить, потому что он не очень охотно раздает эти все свои мурчания. Несколько было заходов, то есть я построил быстренько такую портостуль. Куклачева не хватало. Мне кажется, он бы быстро с ним общий язык хорошо. Да, он бы его задобрил бы, конечно. Друзья, у нас в гостях группа «Горчица». Ничего не пропустите дальше больше. Мы вернемся совсем скоро. Ну, а пока мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу. Но, тем не менее, у вас есть время для того, чтобы все-таки доесть свой бутерброд, дожарить свою яичницу и приготовить горячий вкусный кофе.